Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня будет видео о небольшой работе. Это очередная девочка горшусь в мою коллекцию от компании Boffet Reds. Напомню, что каждый год я вышиваю по одной девочке. Хочу забрать целую коллекцию. Где-то у меня сохранены обложки, даже схемки, потому что, к сожалению, эти наборы сняты уже с производства, насколько я понимаю, из авторских прав, так как вот эти вот девочки, они разрабатываются по рисункам. И, соответственно, здесь мы сталкиваемся с таким понятием, как авторское право. И оно, видимо, закончилось у компании, потому что наборы сняты с производства. Я этот набор покупала с рук, по очень приятной цене. Так они, конечно, стоят немалых денег. Ну, а в дальнейшем, возможно, буду вышивать подбором. Как уже сказала, схемки сохранены. Там не везде есть подбор, но буду что-то думать, придумывать. В общем, об этом я подумаю попозже. На следующий год у меня есть еще один набор. Но набор это не мой, это набор моей сестры. Она дала мне для образцов. И уже по ее набору я буду вышивать себе в следующем году девочку. Ну, а что будет дальше, будет видно. Это юбилейная девочка в моей коллекции, пятая. Давайте покажу, как выглядит набор с обратной стороны. Наборчик у меня запечатанный. Единственное, что вот иголочка, мне кажется, это иголка из набора Dimensions. Возможно, вложила предыдущая хозяйка сюда вот через дырочку. А возможно, так и было. Давайте сейчас откроем с вами вместе и посмотрим на состав этого набора. Открывается он сверху. Мне нравится, когда наборы запечатываются именно таким образом. Те же наборы, которые запечатывают снизу, если их уже открыть, потом в дальнейшем, когда берешь их в руки, все из них выпадает. Поэтому вот такие наборы, где запечатаны сверху, мне очень нравятся. И мы немного пошумим. Хорошая липкая лента. Сразу слышно, что набор не открывался. Все, избавились от упаковки. И давайте для начала рассмотрим поближе обложку. Бликует у меня, включен верхний свет, поэтому будет, к сожалению, бликовать. На улице идет дождик, пасмурно. Возможно, вы слышите, как барабанит дождь. Вот смотрите, какая белочка. Интересно, были у меня мысли заменить ниточки на белки на шерстяные, чтобы она была такая более пушистая, но даже не знаю, удастся ли мне подобрать все эти ниточки шерстяными, так как у меня не так их много, шерстяных ниточек. Поэтому посмотрим рисунок, по которому, собственно говоря, и разрабатывалась эта вышивка. Немного темноватый, но, я думаю, получится красиво. Итак, артикул набора у нас находится здесь, вот внизу, в сердечке. Это 18 номер. У меня вышит, уже даже не помню, какие номера, но я не по порядку их вышиваю, хотя думала, может, стоит взять как-то по порядку их вышивать. И 2010-2012, когда написаны, быстрее всего это разработка данного дизайна. Сейчас посмотрим еще на схемки, они обычно пишут. Так, Аида, 14-го каунта, ну, в этих всех наборах 14-й каунт. Ленточки, кружева, уговичка-сердечко, также фирменный знак, который используется в горжусях. Но я не вышиваю эту надпись, и не пришиваю сердечко, так как у меня оригинальных только три набора. И, думаю, в принципе, эти надписи не к чему. Размер 16 на 21 сантиметр, размер у них, в принципе, тоже одинаковый. И забыла вам основное сказать название набора. Сейчас видите на экране, ты приносишь мне любовь. Посмотрим, что мне принесет эта девочка. Надеюсь, любовь к этому сюжету. Получу удовольствие не только от созерцания обложки, но и также от полученного результата и процесса вышивки. Итак, далее. В наборах большая инструкция, интересный ключ по планшеткам. То есть здесь у нас планшетка первая, планшетка вторая. Вышивается кростич одной ниточкой, сложенной пополам. Также кростич, крестик одной ниточкой, сложенной пополам. Крестик в одно сложение. Здесь полукреста нет. Есть также бэкстич, два сложения. Здесь все в одно. И нет, все-таки дизайн 2013 года. Это, наверное, у нас зарегистрированные торговые марки 10 и 12 Сантора. И горжусь. Это дизайн 2013 года. Такой вот огромный ключ, вернее инструкция, как вышивать бэкстич, как вышивать крестом. И что здесь не очень удобно. Здесь есть такая словесная инструкция, что зачем выполнять. Выполните крестики. И потом, как вышивается бэкстич. И также пришивание лент, решивка надписи и всего остального. То есть здесь такой словесный ключ. Это не очень интересно. Я помню, с первым набором я немного промучалась, пока разобралась. Но сейчас будет попроще, так как это уже не первый мой набор. Схемка на листах А3. Схемы две. Одна с бэкстичем, вторая без бэкстичем. Такая вот девочка у меня вышита в прошлом году. Рекламный проспект, где можно посмотреть на другие дизайны фирмы. Конва интересного цвета. Видим по оранжевой полосочке, что это у нас цвайгард. Но цвет не совсем правильно передается из-за искусственного освещения. Это иголочка тоненькая, бисерная. И две планшетки с нитками. Не очень удобны эти планшетки, так как с них спадают ниточки. Но зато они удобны тем, что здесь уже сразу есть значки. И, кстати, здесь у нас нет полукреста. То, что вышивается крестиком, значки находятся на прозрачном фоне. А то, что здесь в конкретном случае вышивается крестиком в одно сложение, а в других наборах полукрестом, точно такой же значок для этой ниточки, только на сером фоне. Это очень удобно. Две планшетки. Красивые оранжевые даны на белочку. Наверное, буду вышивать этими и не буду заморачиваться по поводу шерсти. На личика, на щечки такие нежные цвета. Мои глаза, мне вот этот цвет нравится. И тоже ниточка, похожая на леску. Если сравнить с мулиной, видно, что она не такая. Этой ниточкой делается бэкстич по волосам у девочки. И они так хорошо переливаются. То есть даже если волосы темные, и по ним выполняется бэкстич такой ниткой, ее хорошо видно. Посмотрите, сколько здесь иголок. Поэтому я удивилась этой желтенькой иголочке. Так, смотрю на иголки, не смотрю, что вам видно. Быстрее всего 26-я и фиолетовые 24-я. Такие иголочки в таких упаковках, наборах Dimensions выложены. И уже знаю, что если желтая, то это 26-я, а с фиолетовым это 24-я. Целых три иголки, еще одна на конвине, ничего себе. И пакетик со всякими украшательствами дополнительными. Пуговичка, сердечко. Фирменный знак, так сказать, горжусик. Также черный бисер, мелкий. Ну, пятнадцатый, да. Да, это не десятка, это пятнадцатый. Ленточка и кружево. Ленточки у нас завязываются на волосах, бантики небольшие. Кружево на платье. Ага, вот бисер. Я не обратила внимания, что здесь еще и бисер на платье. Интересная работа. Думаю, будет интересно ее вышивать и заниматься вот этими всеми украшательствами. Пришиванием лент. Деланием бантиков маленьких. Наверное, буду на вилке крутить бантики. Но обо всем расскажу вам по порядку. У меня впереди два выходных. Возможно, я даже успею полностью ее вышить. Пока у нас карантин выходного дня. Выходить никуда нельзя. В магазин не съездишь. Хотя надо купить кое-что еще для квартиры. Но все закрыто. Поэтому будем сидеть дома и вышивать. Быстрее всего, что турнира у Тимоша тоже не будет. Все отменяют. Ладно, я иду вышивать. И встретимся с вами через секунду. Покажу, что у меня будет получаться. С утра была такая хорошая погода. Досветило солнышко, пока я дошивала на белочке последние крестики. Думала, под отлично сниму вам видео при хорошем освещении. Но пока у старшего ребенка были уроки в зуме. Пока сбегала, забрала после урока у младшего. Покормила их. Все. У нас опять пасмурно. Опять уже темно в квартире, на улице. Поэтому опять при искусственном освещении. Но все же хочу показать вам, как выглядит работа без бэкстич. А все мы знаем, сколько бэкстич работу преображает. Поэтому пока в таком вот виде. Сейчас простерну немного работу. Я всегда перед бэкстичем стираю. Хоть всего лишь два дня вышивала. И сегодня с утра третий день дошивала белочку. Хотя большинство вышила в первый день. Начала вышивать с платья. Саму девочку вышила. И на второй день у меня были только волосы. Немного один цвет дошивала на лице. И начала по низу. Вот этот вот фон вышивать крестиком. Одно сложение. Листики. Листики, лищинка. Я до сих пор не могу понять, что это здесь находится. Такие небольшие совсем продвижения были в воскресенье. Так как постоянно нам попадались хорошие фильмы. Хотелось смотреть, а не вышивать. Поэтому не столько вышивала, сколько смотрела на экран. Ну а вообще работа легкая. В принципе, как и все остальные, горжусь. Не знаю, сколько здесь крестиков. Мне кажется, что в таких девочках, ну сколько, тысяча, полторы. Хотя, так, если мы в скидку прикинем. Я сейчас квадраты посчитала. Ну может тысяча, три даже и наберется. Если даже три тысячи, то за два дня, в принципе, неплохой результат. Ну за два с половиной. И плюс сегодня еще буду доделывать бэкстич. Пока сейчас кушать приготовлю. Уроки поделаем. В общем, к вечеру как раз будет, чем мне заняться. Поэтому сейчас снимаю вам то, что я без бэкстича. Пойду простирную работу. Опять натяну на раму. И уже вечером при просмотре мультика с детьми смогу повышивать. Ну а так как муж уехал с утра в командировку, то уже точно не будем с ним смотреть ничего интересного. Поэтому смогу уже вечером нормально посвятить себя этой работе. Пришить бисер, пришить кружево. Ага, муж уехал. Придется самой переводить всю эту инструкцию. Но сейчас мне проще. Я нашла интересный сайт, где можно делать фото. И тебе автоматически переводят. Конечно, такой корявенький слегка перевод. Но вполне можно догадаться, о чем там написано. Ну а пока у меня все. Надеюсь, завтра будет погода получше. И смогу вам записать видео при нормальном освещении. Потому что при искусственном мне не нравится. Всегда светит очень сильно. При дневном оно не так сильно бросается в глаза. А когда искусственное освещение, тогда на 14 каунте, конечно, вообще все светит не очень красиво. Ладно, слишком много болтай. Иду стирать работу. У меня наконец-то хорошая погода. И можно показать при естественном освещении то, что у меня в итоге получилось. Посмотрите, какая она красивая. Я не могу. Эти девочки вызывают у меня улыбку. С каждым новым стежком бэкстича она становилась и симпатичнее, и симпатичнее. Давайте покажу вам поближе, как выглядит белочка. Какая она сразу стала пушистой после бэкстича. Глазик выполняется бисеринкой. Бисеринки маленькие. Наверное, это Милхилл 15. И я боялась, что он не будет занимать отведенное ему место. Но, в принципе, неплохо выглядит. Жует белочка листик. Я, конечно, не совсем понимаю, зачем белочка жует листик. Было бы намного интереснее, если бы это была лищинка. Но тогда пришлось еще коричневые цвета вводить. Но, тем не менее, эти цвета зеленые делают работу более яркой. Поэтому, наверное, все-таки оправданы эти листики. Кроме того, разрабатывалось все-таки по картинке. Я находила даже статуэтки такие есть. Игрушки, в общем, столько всего под этой маркой. Горжусь сантура. То есть это как в оригинале было сделано с листиком, так сделали и здесь. На платьичке также бисер. Гружево украшает платье. И бантики. Бантики немного. Не понравилась мне эта лента. Все-таки с лентами я имею дело. И атласные ленты, они как-то лучше подпаливаются, лучше держат форму. А вот эта лента, она какая-то очень мягкая. Если подпалить краешки, чтобы она не сыталась. Видите, у меня края начинают сытаться. Хотя я только недавно сделала вчера вечером эти бантики. Они уже начали разлазиться. И она какая-то мягкая. Если подпаливаешь края, они становятся какими-то коричневыми, оранжевыми. В общем, ленточка мне не понравилась именно в работе. Может, перед оформлением, смотря когда это будет, может, надо будет переделать именно эти бантики. Также я их, видны немного закрепки, прикрепила в некоторых местах. Сами бантики вылазят как-то на глаза, на личико. Некрасиво прикрывают лицо, поэтому я их немного прихватила дополнительно ниточкой. В инструкции написано, бантики и кружевом пришивать ниточкой беленькой. Бисер пришивать черной нитью. Но я брала для пришивания кружева, для пришивания бантиков бисерную нить беленькую. А бисер пришивала той ниткой, которой делала бэкстич. То есть здесь коричневой делала. И сразу этой же ниточкой пришила бисеринку. Точно так же по платью делала бэкстич и сразу пришивала этой же нитью. Единственное, что белочке глазик я пришила крестом. Такой маленький даже не видно, как оно пришито, чтобы бисеринка так ровно стояла. Не наискосок, а ровно. А на платье уже пришивала по-обычному наискосок. Но два раза проходилось. Кружево. Также в инструкции это все написано. Кружево рекомендовалось обрезать. Вы видите, оно более широко. Я вот эту верхнюю часть срезала. И оно, чтобы было более прозрачным. Бантик делать, говорилось разрезать пополам ленточку, но она такая длинная, что мне хватило буквально даже меньше половины, чтобы сделать два бантика. Бисера также, вы видите, осталось. И сами бантики я делала на вилке. Делала уже такие бантики маленькие для одной из предыдущих своих игр жусек. И, по-моему, даже я там под видео оставляла ссылку, по какому мастер-классу именно делала. Ну, сейчас даже не стала искать. Проще было на YouTube. Вбиваете в строку бантик на вилке. И там множество мастер-классов. Выбирайте, какой хотите. Делается быстро. Ну, я же говорю, мне не очень понравилось качество ленты. Она сильно мягкая. Для этого дизайна она подходит. Она такая нежная, воздушная. Но с учетом того, что работа у меня будет оформляться не скоро, мне бы сюда лучше ленточку атласную, чтобы она была покрепче, скажем так. Ну, вообще, в целом, я довольна результатом. Интересно смотрится бэкстич на полосах. Вот эта блестящая ниточка немного поблескивает. Ниточек также довольно много осталось. Ну, как показывает практика, где-то на два отшива вполне хватает. Некоторых цветов может не хватить. Я два набора вышивала по остаткам. Там пару цветов буквально мне не хватало. Но просматривала уже другие горжуси, которые будут. И есть там девочки еще с синими платьями. Но у них, по-моему, немного другой оттенок в платьях. Я теперь думаю, стоит ли заморачиваться, подбирать именно тот оттенок, который в тех наборах. Или вышить вот этими ниточками. Они же остались. Также коричневые для белочки. Возможно, буду использовать. Есть горжуся с лисичками. Туда, может, такие коричнево-оранжевые цвета пригодятся. И вот эта палитра, которая идет на личика. Два бежевых и два розовых на щечке. Пригодится, я думаю, здесь еще мне штучки на 3-4 грыжусь. И хватит вышивать. Подписала уже работу. 20-й год. Что ж такое? Вы посмотрите, насколько меняется оттенок. Чуть-чуть тронешь, поменяется свет и все. Очень сильно сменяется все. Были места кое-где, не очень понятно по бэкстичу. Здесь бэкстич выполнен такой пунктирной линией. Ориентировалась больше даже не на схему, а на титульную страничку. Здесь хорошо видно. По размерам получилось точно так же. Но я свою работу не стирала. Что-то стало мне линию стирать. Хотя другие я стирала. Но толку, если это будет оформляться не скоро. Думаю, когда будет оформляться, то лучше тогда постираю. Поэтому у меня 15,5 на 21 см получился. Перемеряла я все свои других девочек. Там где-то точно такой же размерчик. Наверное, все. Здесь, в принципе, и говорить-то нечего. Больше маленькая работа. Но доставила массу просто удовольствия. Приятно за 3 дня получить вот такую вот хорошенькую, милую работу. И еще такой момент. Здесь глазки вышиваются этой же блестящей черной ниточкой в 6 сложений. То есть полной пасмой. Но я, понятное дело, не брала полную пасму, чтобы на пару этих стежков вышивая полосы, я этой же ниточкой просто 6 раз проходила. Немного облегчила себе работу, не делая дополнительных закрепок. И давайте покажу вам остальных своих девочек. Первая, которую я вышивала. Девчулька с зонтиком. Я сейчас не помню точно их всех названий, но это, по-моему, Лужицы любви называлось. У меня есть отдельный плейлист по этим девочкам. Кому интересно, я практически по всем снимала отдельные видео, только по последней, по-моему, не снимала. Вот такая вот красавица еще. Это одна из последних, по-моему, номер 25 у нее был. Кстати, пересмотрела, сколько есть еще девочек. Последнюю, которую я нашла, номер 41. Но 13 номера нет, поэтому всего 40 девочек. 4 последние, это девушки по сезонам, там у них принт на основе есть, поэтому я не уверена, что я их буду вышивать. Немного они выбиваются из этой коллекции. Также есть еще 4. Там тоже такой фон печатный, цветной. И не помню, рамка или вышивается, или она тоже напечатана. То есть тоже под вопросом. Уже минус 8. И есть девочки, которые не полностью изображены, а более крупно. Они у меня также еще под вопросом. Наверное, не буду их вышивать. То есть где-то я так прикинула, мне порядка 25 девочек надо вышить. По крайней мере, хочется вышить. Не знаю, насколько у меня хватит запала. Повторюсь, я вышиваю по одной в год. Можно проследить по годам. Вот следующие, 16, 17, 18. Вот эту девочку я вышивала уже по остаткам от набора. У меня здесь не хватило, по-моему, на фон, но я здесь заменила. И вот здесь как раз я делала бантик из ленточки и использовала свою ленту из наборов от ворички. И здесь хорошо и краешки подпаливаются. И мне кажется, она лучше форму держит. Возможно, она не такая воздушная, как вот ленточка у этой девочки. Но работать с нею проще. Она не разлазится. Видите, здесь мне не нравится уже краешек. Некрасиво выглядит. Продолжу. Я говорила, что вот по одной в год я вышиваю. И вот последняя, еще 19-го года, девчулька. Также вышивала ее по остаткам. Здесь, я помню, мне не хватило немного на платье. Вот так вот. Пять девочек у меня уже есть. И если пойдет такими темпами, если я хочу где-то 25 девочек вышить, может даже 30, то это может растянуться на очень долго. И я себе начала думать, может мне стоит вышивать не по одной, а по две девочки в год, чтобы хоть немного ускориться. В принципе, вышиваются они быстро. Можно поставить перед собой цель и вышить все их за год. Они не так долго вышиваются, но тогда можно от них устать. А так постепенно я смогу понемножку подбирать. Ниточки, основы у меня еще не куплены для остальных. Возможно, в следующем году я весной вышью одну и уже ближе к концу года вторую. Надо, наверное, немного поменять планы, чтобы вышивать по две девочки в год. Милые, конечно, девочки. Не знаю, кому-то они нравятся. Мне нравятся симпатичные девчульки. Я думаю, в детской комнате они будут отлично смотреться. Видела фотографии, где оформлены, по-моему, что в 15. Когда в одинаковых рамочках, выглядят очень красиво, очень интересно. Так что думаю, когда будет для кого оформить, куда оформить, тогда они все оформятся. Ну, а пока просто для себя вышиваю. У меня все-таки мальчишки, и мы эти девочки как-то не особо в их комнату. Просто хочется. Я люблю коллекционировать. Я говорила это уже не раз, что я по натуре коллекционер, поэтому собираю свою коллекцию, горжусь. Кроме того, я серийная вышивальщица. Опять же, это все взаимосвязано. Серийная вышивальщица и коллекционирование. Поэтому хочется забрать, ну, если не всю серию девочек, то хотя бы как можно больше. И ища горжусик, какие еще есть. Есть, кстати, пару девочек, которые печатались в журналах. Есть также пару девочек. Схемки я находила. Не знаю, кто их разрабатывал. Они не были в наборах. Будет рец. Но самое интересное, что я нашла, сейчас увидите на экране, набор у Вирвака. Тоже горжусь. Но я не сильно пока прошерстила эту тему. Только одна у них разработка или есть еще и другие девочки. Надо еще поподробнее изучить этот вопрос. И, возможно, так мой список горжусь и кроширится еще больше наборами от Вирвака. На этом буду, наверное, завершать свое видео. Здесь вам было интересно немного послушать мои болтанки, посмотреть на то, что у меня получилось, посмотреть на мою коллекцию девочек, которые у меня уже есть. Иногда их достаю и листаю, пересматриваю. Приятно на них посмотреть. Симпатичные девчонки. Мне нравятся их. Вот эти косолапые ножки. Они такие забавные. Все. На этом уже точно все. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok